Здравствуйте! Это «Право на маму». Мы уже рассказывали вам о тех малышах, которых покажем сегодня. Сереженька и Давидик совсем маленькие, но почему-то в прошлый раз так и не было отклика. И мы очень надеемся, что именно сегодня будущие мама и папа заметят своих сыночков. Сереженьке в феврале исполнится годик, и он, наверное, давно бы мог стать маминым и папиным, но оказался заложником законодательства и выжидательной позиции кандидатов в приемные родители. Первое знакомство потенциальных опекунов с малышом состоялось еще в апреле прошлого года. Тогда малышу было всего два месяца. Сережа понравился кандидатам, они подписали согласие и заняли выжидательную позицию. Пусть дом ребенка сейчас пореабилитирует его, и если произойдет чудо, мы его заберем. Но чудо не произошло. Сережа приобрел новые навыки, но, наверное, не те, которые ожидали люди. Первый курс массажа, который он проходил, дали свои позитивные результаты, ребенок сильно изменился. Сейчас начали второй курс комплексного массажа, и мы тоже видим, как бы, понятно, что он устает, когда его приводят, скажет, массаж заканчивается, но мы видим позитивные результаты, ладошка-то начала раскрываться. Тогда, через три месяца, первые кандидаты написали отказ, и Сережа вновь стал свободен. Но и вторая семья, которая пришла на знакомство с малышом, заняла такую же позицию и, подождав так же три месяца, написала отказ. Так прошли драгоценные для Сережи восемь месяцев жизни, за которые он мог бы стать чьим-то сыном, кто не ждал бы чуда от госучреждения и малыша-сироты, а сам стал это чудо творить. Потенциал у Сережи, конечно, есть, но он будет маленькими шажками идти вперед. Не так быстро, как все дети, но все-таки по сравнению с тем, что было, когда он поступил в дом ребенка, и то, что мы сейчас видим, это две большие разницы. Он научился раскрывать ладошку, он научился тянуться к игрушкам, которые низко висят над грудью, он иногда по настроению их захватывает и рассматривает. Он научился держать в ладошке вложенную игрушку. Самое важное для Сережи, по словам воспитателей, а поговорить и тактильный контакт. Где наш Сереженька? Где наш Сереженька? Где наш Сережа? Да. Всегда готов погулить. То есть гуление – это, наверное, первое, что бросается ярко в глаза при общении с этим ребенком. Сережа радует воспитателей своим хорошим аппетитом и новыми умелками. Когда его при поддержке ставишь на твердую поверхность, он начинает потихоньку присаживаться и усилив воле вставать. Это тоже большое достижение, потому что еще пару месяцев назад Сергей этого делать не умел. Ну, еще раз приседем с тобой. Сережа, давай, 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 давай. Самостоятельно, умница. Еще немножко, еще, еще, еще. Вот младчина. Но самое главное, отличительная черта Сережи – это его веселый нрав. Скажите, так, Наташа сейчас меня пошикотит немножко. Этот его задорный смех – отличительная черта малыша. Он улыбается, гулит и смеется. И именно смехом обращает на себя внимание взрослых. Улыбается он очень хорошо. По настроению у нас еще и разговаривает очень хорошо. И воспитатели уверены, что у него есть потенциал. И если не чудо, то точно скачок в развитии могут произойти именно в семье. Вместе с мамой и папой. Мама, я звоню, скажи. Вы слышите меня, мама? Посмотрите на этого кроху. У него еще так много времени впереди, чтобы встать на ножки твердо и сделать свои первые шаги, держа за руку самого родного человека – маму. Более 300 программ «Право на маму» создано за это время. Герои – сотни детей, которых предали их кровные родители. «Право на маму» – это и 200 счастливых историй, в которых у ребенка появляется любящая и заботливая семья. Детей, которых мы снимаем, этим детям нужна семья. И от того, как я это сниму, насколько качественно мы это сделаем, зависит судьба, наверное, судьба, несколько судьб детей. Есть такая расхожая фраза «Спешите творить добро». Ну вот я, наверное, этим и занимаюсь. Может быть, эта программа – это как раз попытка сотворить немножко добра. Мы уверены, есть то, что не купить ни за какие деньги. Счастье быть нужным и любимым. Поэтому каждый понедельник рассказываем о детях, которые имеют право на маму. Все время, пока мы снимали этого кроху, он нас пугал. Только поняли мы это не сразу. Вот, да, у нас погремушка еще пока любимая. Да, держи скорее. Вот какой цветок. Ну возьми. Возьми в руку. Да, возьми. Да. Вот так. Ой, гремит, да. Давид – ну очень интересный малыш. Когда он находится среди незнакомых людей, начинает вот так смешно бурчать, как будто пугает или предупреждает. Я серьезный парень. Меня обижать нельзя. Мне нравится само состояние. Это что, сиди тут на этих шарах. Ну, вставай, давай ручки. Посадила куда. Как тибетский хан сел. Ну, сейчас я тут придумаю вам что-нибудь. Мне лично он напомнил мышонка из мультика, который, зажмурившись сам от страха, размахивал прутиком и кричал «не подходи». Но мы и не подходили близко. Просто наблюдали за этим смешным малышом. Давиду всего два года. И все это время он живет в доме ребенка. Он хорошо ползает, самостоятельно садится, лепечет о своем, о важном. Одна из главных черт малыша – любопытство. Ему обязательно нужно все посмотреть, разведать и потрогать. А теперь его заинтересовал декоративный фонтанчик. Давид – добрый и активный ребенок. Так говорят о нем воспитатели. Он общительный, но так было не всегда. Первый год он сильно болел и почти все время был в больнице. Потом, оказавшись в группе, он очень уставал от детей, бурчал и плакал. А сейчас сам подползает к деткам, играет вместе с ними в игрушки. «Пошли, сфотографируйся». Все-таки зависит от взгляда на ребенка и желания помочь ему. Если родители хотят, чтобы из него что-то сделать, все равно что-то получится. Только не сразу, постепенно, но получится. Если у этого смешного, но очень одинокого мальчика появятся родители, которые полюбят его не за что-то, а просто так, жизнь малыша заиграет совсем другими красками. «Если родители мягкие, он будет ими крутить. Родители должны быть и строгие, и требующие от него. Потому что надо требовать, не надо жалеть, конечно, ласка это присуще, но если немножко с ним строгость, то это все получится. Не сразу, постепенно, да, будут минуты отчаяния, когда-нибудь ничего не получается. Тогда папа поможет, мама поможет, бабушка. Как-то вот все вместе надо. Если семья дружная, кто-то строгий, кто-то ласковый, то все получится». Посмотрите на этого кроху. Может быть, это ваш сынок? Мы продолжаем верить в то, что именно сейчас будущие мама и папа увидели в наших героях своих будущих сыночков. Так же, как в свое время прекрасная семья из Ижевска увидела своего сына в маленьком солнечном Андрюшеньке. А прекрасная семья из Тольятти рассмотрела, несмотря на двигательные нарушения, своего сына в маленьком мальчике Серафиме. Это была программа «Право на маму». Спасибо, что вы с нами. И до встречи на телеканале «Самарагис». Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова